Братья и сестры, мы продолжаем изучение 1-го послания Коринфина. В прошлый раз мы начали рассматривать 12-ю главу, и сегодня мы продолжаем изучение этой главы. Давайте прочитаем следующий отрывок с 4-го по 11-й стихи, и будем касаться вот этого текста. Апостол Павел пишет, «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя особо, разделяя каждому особо, как Ему угодно». Наша тема, которую мы будем рассматривать в этом отрывке, как мы говорили в прошлый раз, это единый источник духовных даров, триединый Бог. Если вы помните, в прошлый раз, когда мы рассматривали первые три стиха, мы говорили о том, что дары Духа Святого уникальны, они отличаются от всего, того, что можно в этом мире найти. И особенно Павел показывает, что дары Духа Святого отличаются от тех проявлений, которые были у Коринфин, когда они были язычниками, когда они в выдалопоклонстве находились, как Павел говорит, когда как бы вели вас, и вы совершали какие-то действия. И Павел говорит, что вам нужно очень четко разграничивать и не путать. И он показывал, что существует заблуждение, существует опасность, когда вы начнете воспринимать за действия Духа Святого то, что не является его действием. И мы говорили, что апостол Павел показывает, он давал как бы такой экзамен, чтобы проверить, что же является действием Духа Святого. И вот один из моментов, он говорит, что тот, кто произносит слова «Иисус Господь», тот, кто называет Иисуса Господом, он делает это Духом Святым. И это важно было для коринфян, потому что мы говорили в прошлый раз, я как бы немножко повторяю, мы говорили, что коринфяны воспринимали, у них была особая группа в этой церкви, которые считались духовными, которые считали, что вот именно в них Дух Святой действует. И они обладали, как они говорили, вот этим даром, они говорили на незнакомом языке, они считали, вот у нас это Дух Святой, а все остальные, они где-то ниже, они менее значимы, еще большой вопрос, имеют ли они Духа Святого или нет. И апостол Павел вот этим экзаменом, он говорит, Дух Святой находится не в том человеке, который заявляет или имеет язык или еще что-то, Дух Святой находится в том человеке, который исповедует Иисуса Господом. И вот это очень важная характеристика, которую мы должны понимать сегодня. Конечно, мы говорили, что это не просто слова назвать Иисуса Господом, это исповедание. Помните, как Павел пишет послание Римлянам в 10 главе. Он говорит, «Ибо если ты устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, тогда спасешься, потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вот это есть исповедание, когда человек исповедует от чистого сердца, которому он верует в праведности. Он исповедует Иисуса Господом, он признает Его господство. Павел говорит, «Это действие Духа Святого». Это свидетельство того, что человек имеет Дух Святой. Для Коринфи, наверное, это не сильно нравилось. У них были другие критерии, у них были другие представления, что значит иметь Дух Святой. И вот теперь мы продолжаем этот текст, и мы прочитали следующие стихи, в которые апостол Павел продолжает рассуждать. И вот здесь он показывает эту вторую важную мысль. Он показывает, что у всех даров, несмотря на их многообразие, есть один источник. Это единый источник. Откуда происходят все дары? Это Бог, триединый Бог. Он является источником. И вот мы как раз и видим, что апостол Павел как раз здесь и говорит об этом. Он говорит, дары различны, но Дух один и тот же. И вот здесь вот, когда мы смотрим, я хотел вопрос задать, может быть, вначале, давайте, братья, порассуждаем. Посмотрите, мы прочитали, обратим внимание на эти три стиха, четвертый, пятый и шестой. Павел говорит, дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, и производящий все во всех. Он как бы повторяется вот здесь в этих трех стихах, как бы одну и ту же мысль, но вот немножко по-разному выражает, и как бы повторение какое-то идет. Зачем Павел это делает? Почему недостаточно было сказать это просто вот одним предложением? Есть ли какое-то значение, есть ли какой-то смысл в том, что апостол Павел вот три раза повторяет как бы одно и то же? Пожалуйста, это ваши рассуждения, ваши мысли. Кто как считает? Троица. То есть здесь мы видим указания на Троицу, и это очень важный момент, потому что мы исповедуем Троицу, что Бог является триединым Богом. У нас есть различные тексты Писания, которые показывают это, и особенно есть ряд текстов, где все три лица вместе перечисляются. Момент крещения Иисуса Христа, вот здесь в этом тексте другие тексты. То есть мы видим здесь указания на Троицу, на триединного Бога. Но тогда у меня вопрос, а зачем же Павлу нужно было это указание на Троицу? В чем смысл был? Что значит, что Павел указывает на Троицу и как бы это перечисляет здесь? Кто как рассуждает? Я думаю, что это важный момент был. Подумайте о Троице. Нам трудно в полноте понять Троицу. И мы своим человеческим разумом это до конца не понимаем. Мы принимаем это верою. И в нашей вере мы принимаем, что мы веруем в одного Бога. Не в трех богов. Мы верим в одного Бога, который проявляет себя в трех лицах, как Отец, Сын и Дух Святой. И эти три лица, это не одно и то же. Это не значит, что в Ветхом Завете он был отцом, потом он стал Сыном, потом он стал Духом Святым. Нет. Мы верим в одного Бога, который проявляет себя в трех лицах. Мы верим, что есть только одна божественная природа, есть три ипостаси, Отец, Сын и Дух Святой. И вот когда мы понимаем хотя бы до какой-то меры истину о Троице, один Бог, который проявляет себя в трех лицах, и каждый из лиц не является другим, и теперь давайте переносим это на тело Иисуса Христа. И на действие даров Духа Святого. Что хотел показать апостол Павел в этом? Он хотел показать, что даров много, и дары различны, и дары не являются одними и теми. Но он говорит, но при всем этом есть один источник, это все от Бога исходит. И есть одно тело, тело Иисуса Христа, как у Бога в Троице, мы находим, что есть один Бог, но он проявляет себя в трех лицах. Он говорит, так и в теле Иисуса Христа. Это единое тело, но есть различные дары в этом теле, и каждый член, он обладает каким-то особым даром Духа Святого, которым Господь наделил его. И вот в этом мысле апостола Павла, когда он в этих трех стихах говорит, дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же производящий все во всех. У коринфян не было этого понимания. Коринфяны воспринимали особые, какие-то духовные, духовных людей, которые вот обладают этими дарами, и вот они только получили что-то от Бога, а все остальные, наверное, нет. И у них были все эти деления, все эти споры. И Павел, помните, мы говорили, что он начинает эту главу, когда он говорит, не хочу оставить вас, братья, о дарах духовных, и мы говорили, что слова «дары» здесь нету, здесь просто духовные, и как бы для коринфян, может быть, и слышалось это, не хочу вас оставить от духовных, а где-то вот эти вот духовные, христиане коринфяне, они подумают, ой, это, наверное, о нас он говорит, это ж мы духовные. А Павел начинает говорить, а посмотрите, как Библия, как Писание, как Бог открывает, что является дарами Духа Святого. Различные дары, полное многообразие даров, и это все идет от одного триединого Бога. Он является источником, и он посылает все эти дары. И вот мы смотрим с вами здесь это указание на каждую из лиц Троицы. И мы видим, что Павел показывает, это идет от триединого Бога, но посмотрите, вот 4 стих говорит, дары различны, но Дух один и тот же. Когда апостол Павел указывает на Духа Святого, как источник, в 4 стихе он показывает, источником является Дух Святой, он использует слово дары, он говорит дары различны. Слово дары, греческое слово харизматион, харизматион, для нас знакомое слово харизматы, которое вот оттуда и идет. Слово дары на греческом это харизматион, а слово харизма, то есть благодать. И вот апостол Павел здесь говорит, что Дух Святой является источником, и от Духа Святого даются дары. И вот когда мы думаем об этом указании, что Дух Святой является источником даров, мы сразу понимаем, что Дух Святой он связан как источник, тот, кто дарует что-то, тот, кто посылает что-то. И мы являемся членами церкви, мы обладаем этими способностями, мы обладаем дарами, потому что мы получили это. Не потому, что я родился способным, не потому, что кто-то из вас с детства обладал каким-то природным талантом. Да, Бог может использовать и природные таланты. Если у человека есть способности к музыке, они с детства еще проявлены, Бог и это может использовать в церкви. Но дары Духа Святого – это что-то особое, это то, чем человек не обладал, он не имел этого, но Бог дал ему эту способность. Есть много этих примеров, и вы, наверное, тоже их знаете, когда люди неверующие, грешники, приходили к Богу, обращались к Богу в раскаянии, принимали крещение, и видно было, это полная перемена. И человек, который сам никогда не думал, что он может что-то делать, петь, проповедовать, служить другим, учить других, он начинает это делать, потому что Бог в этот момент, его спасение и обращение, он дает ему этот дар, от Духа Святого он получает этот дар, чтобы использовать его в церкви, чтобы служить Господу. И поэтому вот мы видим с вами здесь указание, когда речь идет о Духе Святом, от него дары исходят, от него как раз вот это указание, как мы видим здесь перечисление этих девяти даров. Потом мы смотрим с вами на пятый стих. В пятом стихе мы читаем и служения различные, а Господь один и тот же. Апостол Павел в пятом стихе как бы повторяет ту же самую мысль, но он уже употребляет другое слово, он уже говорит не дары, он говорит служение. Слово служение, это греческое слово диаконион, от него происходит диакон, служитель, тот, кто служение несет. И апостол Павел, говоришь, когда он говорит о Сыне, когда он говорит о втором лице Троица, о Господе, он говорит служение различное, а Господь один и тот же. У меня вопрос, как вы думаете, почему, когда он говорит о Иисусе Христе, он говорит уже не о дарах, он говорит о служении. Служение различные, Господь один и тот же. От Господа, от Иисуса Христа, как бы он является источником служений, которые распределяются в церкви. Почему это так? Какая здесь мысль, какая здесь истина? Духовное служение. Да, духовное служение, от Духа Святого дары, но Господь наш Иисус Христос, кем Он явился? Он пришел на эту землю для чего? Для спасения. И Он сам говорит, я пришел не чтобы, Сын Человеческий пришел не чтобы, Ему служили, а чтобы послужить и отдать жизнь свою. То есть апостол Павел здесь показывает, от Господа даруются служения, потому что дары Духа Святого мы можем воспринимать, да, это вот как подарок. Вот вы видите, на этой иллюстрации, на этой схеме изображено все эти дары вот как подарок, потому что дар это и есть подарок. Это то, что Господь дал нам как дар. Но Господь наш, Он служитель, Он пришел, чтобы послужить. И апостол Павел повторяет ту же самую мысль, о которой он сказал в 4 стихе, но он говорит о Господе, и Он говорит, служения различные. И это уже направляет нашу мысль, когда мы сравним слово дары и слово служения, мысль одна и та же, мы можем поставить знак равенства, но мы уже начинаем понимать в этом важную истину. Дух Святой дал мне дар, я могу сказать, это мой подарок, это то, что Он мне дал, я им обладаю, я им буду пользоваться, я им буду радоваться. Павел говорит, но это еще не все. Он говорит, этот подарок, который Бог тебе дал, не для того, чтобы ты запрятал его где-то и сам им наслаждался и радовался. Он говорит, этот дар является служением. А что такое служение? А служение, это служение другим, правда? Служение, это не то, что я пришел дома, я встал перед зеркалом, я пою и наслаждаюсь, это так красиво получается, я радуюсь, как хорошо у меня, какой хороший у меня голос, я пою свое собственное наслаждение. Это не служение. Павел говорит, служения различны, потому что то, что Дух Святой нам дает, то, что Господь нам дает, для служения, для этого нужны люди. Дар Духа Святого, он дарован для того, чтобы я использовал в церкви, в теле Иисуса Христа, чтобы другим людям от этого была польза. Вот это есть дар Духа Святого. И Господь наш Иисус Христос показал пример этому. Он пришел, чтобы послужить, он служил людям, он мыл ноги своим ученикам, он исцелял, он благословлял, он проповедовал, он помогал. Это было его служение, в конечном итоге он жизнь свою отдал, он умер на Голговском кресте. Это было его служение. И поэтому апостол Павел здесь говорит, служения различны, а Господь один и тот же. И он опять говорит, в церкви самые различные служения. И мы не должны понимать, что Господь как-то особо благословляет проповедника, который выходит за кафедру, и это особое от Бога ему действие. А у меня другое служение, оно какое-то невидимое, оно где-то за стенами, оно где-то вот там, где никто не замечает. И тогда я думаю, ну а это, наверное, просто, вот мне же нечем было заняться, возьмусь хотя бы за это. Господь говорит, неправильно вы понимаете. Служения различны, а Господь один и тот же. Это тот же самый Господь, который побуждает к одному служению, к другому служению, к третьему служению, для того, чтобы тело оставалось телом. И Павел будет говорить немножко позже в этой 12 главе, если все тело будет глаз, то где же тело? Для того, чтобы тело было телом, нужны различные служения. И третий момент, мы читаем 6 стих, апостол Павел говорит, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Та же самая мысль, но она выражается другими словами, и некоторые другие акценты здесь апостол Павел делает. Он уже называет это словом действия. Вначале он сказал дары, потом он говорит служение, теперь он говорит действия. И когда мы читаем это слово действия, это греческое слово энергематион, то есть от него произвела энергия, действия. Он говорит, действия различны, но Бог один и тот же, который производящий все во всех. Здесь идет речь о Боге, о Боге Отце. И когда мы читаем вот это указание действия, мы начинаем еще одну мысль здесь открывать. Дух Святой дал нам подарок, Он дал нам дар. Господь этот дар преобразует в служение, когда я вижу других людей, я начинаю использовать. И Павел третью мысль говорит, но Бог в этот момент, Он действия само производит. И я тогда начинаю понимать, это не просто, что мне Бог дал что-то, и вот теперь передо мной люди, и мне надо что-то делать. Я начинаю понимать, что когда я начинаю это делать, Бог совершает действия. Это Его сила божественная, это Его энергия. Здесь это слово энергематион, то есть это Его действие проявляется в этот момент, и я тогда способен служить Господу, и тогда я могу быть полезен в церкви, потому что Бог совершает это действие через меня. Подумайте, вот каждое о вашем служении, которое у вас есть в церкви, когда вы выполняете служение. Почему мы не должны превозноситься одним на другим? Почему в церкви не должно быть какой-то гордости от того служения, которое кто-то выполняет? Потому что когда у нас проявляется какая-то гордость, тогда это, скорее всего, это мое собственное действие. Это я вот такой способный, это вот я такой вот успешный, это вот я совершаю какой-то труд, и там хорошо получается. Павел говорит, подумайте о Боге. Написано, что действия, они различны, но Бог один и тот же. Это Он совершает это действие, и в этом как раз должно быть наше смирение. Когда мы перед Богом ходим, совершаем свой труд, мы сознаем, что мы просто сосуды, через которых Бог выполняет свое действие, через которые Бог созидает свою церковь. Это Его церковь, это Его тело. И Бог через нас, через людей, Он совершает созидание своего тела. Как Павел пишет в послании Ефесиным, он говорит, что Он поставил нас на дело служения для созидания тела Христова. Слово созидание – это строительство. То есть, чтобы созидалась церковь, Бог нас использует. И мы можем сказать, да, мы неспособны, да, мы вот такие, мы немощные, мы гордые, мы можем быть самые неверные, но когда мы смиряемся перед Богом, Бог нас использует. И Бог дал нам эти дары, и дал нам эти способности, и совершает это дело. И вот когда мы думаем об этом, вот об этом моменте, Павел перечислил Дух, Господь, Бог, он показывает, что есть этот единый источник, от которого происходят все эти дары. Апостол Павел будет дальше рассуждать об всех этих действиях, и одно вот из этих действий – это чудотворение. Я хотел немножко коснуться, хотя мы будем больше касаться этого. Когда мы подходим сейчас вот к этому периоду, когда Господь даровал эти дары первоапостольской церкви, это было особое время. Это было особое время, когда дары проявлялись самые различные. И мы видим в этом перечислении здесь и чудотворения, и пророчества, и разные языки. И вот мы начинаем думать об этом вот в наше время сегодня. В прошлый раз мы немножко касались различных заблуждений, и мы говорили о тех опасных моментах. И мы думаем, вот сегодня, когда мы перечисляем, у нас вот вы видите на схеме эти дары, а у нас сегодня этого нету. У нас сегодня нету того, кто говорят на иных языках. У нас сегодня нету пророчества в том смысле, как это было в первой церкви. У нас сегодня нету чудотворения. И мы начинаем задавать, почему это так? Почему сегодня нету тех проявлений, действий, служений, которые были вот в церкви в то время? И здесь нам очень важно понимать одну истину. Особые моменты, когда проявлялись чудотворения, когда Бог совершал свои чудеса, заметны в Священном Писании в три периода. И вот мы видим эти три периода. Первый период – это время Моисея. Второй период – это время Ильи и Елисея. И третий период – это время Иисуса Христа и апостолов. Когда мы смотрим на каждый из этих период, да, мы где-то можем найти, были чудеса и между вот этими периодами. Помните, например, там исцеление Езекии, там три юноши, которые были спасены в печи. То есть где-то были. Но вот основные эти моменты, когда мы смотрим по всей Библии, вот включая Новый Завет, три особых момента. И эти три особых момента не длились долгое время. Ни один из этих периодов не длился, по сути, больше ста лет. Это были особые моменты, когда Бог почему-то совершал чудеса. И потом мы замечаем, эти чудеса заканчивались, и уже не было этого проявления. Почему это так? Почему именно в этих трех периодах? Почему не в других? Чем отличалось это время от другого времени? Мы смотрим на время Моисея. Моисей совершает чудеса, когда он предстает перед фараоном. Моисей совершает чудеса, когда они идут по пустыне. И потом, когда они подходят к земле обетованной, и народ входит туда, уже не видно этого проявления чудес. И тогда мы начинаем видеть, что у Бога определенная цель. Бог ничего не делает без цели. И когда проявляются вот эти чудеса, у Бога тоже есть определенная цель. И мы видим, что во всех вот этих периодах, когда было это проявление, вот этих сверхъестественных действий, это каждый раз было Божие указание на новые откровения, которые Бог дает. На новый период, когда Бог что-то новое совершает. Он дает новые откровения. И когда Бог дает это новые откровения, Он посылает своего вестника, своего посланника, и Он наделяет его способностью совершать чудеса, чтобы было подтверждение того, что это действительно действие Божие. Посмотрите, мы смотрим на Моисея, и мы понимаем, что это начало периода закона. Бог посылает Моисея к фараону, выводится народ израильский, и потом на горе Синай Бог дает этот закон. Это новый период, это новая эпоха, новая эра, которая открывается. И Бог подтверждает то, что Он посылает своего посланника Моисея тем, что Моисей совершает чудеса. Вы помните, когда Господь посылает Моисея, и Моисей говорит, «Как они поверят мне, что ты меня послал?» Господь говорит, «Ты будешь творить чудеса?» Господь говорит, «Что у тебя в руке? Жезл, брось». И жезл превращается в змея. И потом Господь посылает фараону, который ожесточал свое сердце. И Господь говорит, «Ты будешь совершать эти чудеса?» И все познают, что Я Господь, что Я послал Тебя. И поэтому весь этот период времени Моисея и в Египте, и потом на протяжении путешествия в пустыне, Моисей совершает чудеса, потому что это новое откровение, это новый период. И потом, когда этот период заканчивается, когда народ входит в землю обетованную, когда они завоевывают эту землю, когда начинается распределение этих земель по коленам, мы видим, чудес уже нет. Казалось бы, почему там нет? Почему потом, в период царства, когда там Саул, когда Самуил, когда Давид, почему не совершается каких-то чудес? Бог свое дело сделал, Бог подтвердил истину, и потом мы видим, чудеса прекращаются. До тех пор, пока мы подходим к периоду Илии и Елисея, и мы видим, что вот эти два пророка, они начинают совершать чудеса. И вы помните, Илья много чудес творит, Елисей еще больше чудес творит. Мы задаем вопрос, почему здесь, Господи? Этот период чем отличается? И мы видим, что это тоже был особый период, потому что это была эра ветхозаветных пророков. Израиль разделяется на два царства. И северное царство первым впадает в идолопоклонство, время Ахава, время Изавели. И в это время Бог посылает Илью пророка, который заявляет о том, в каком состоянии народ находится. Это начало вот этого ветхозаветнего пророческого служения, когда Бог посылает своих служителей, и Бог дает им силу совершать чудеса, этим самым подтверждая ту весть, которую они несут. И вы помните, Илья, когда он совершает вот это воскрешение там у этой вдовы, и мы читаем, как она восприняла это действие. Это третья книга Царь, 17 глава. И сказала та женщина Ильи, теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих. Это было подтверждение, что это Божий посланник. Он начинает особое служение, и Господь подтверждает. Вы помните потом, когда Илья собирает вот этих пророков Ваала, там на горе Кормил, когда идет поражение вот этих пророков. И мы читаем 18 глава, третья Царств. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. То есть Бог посылает пророков. Илью и Елисей начинается новый период, новые откровения, когда Бог будет посылать пророков, и Он подтверждает это чудесами. И тогда, когда этот период устанавливается, я сказал, не больше ста лет, даже меньше во время служения Ильи и Елисея, мы видим, чудеса перестают действовать. И потом пророки приходят, мы читаем о великих пророках, которые приходят, Иеремия, Исаия, другие пророки, они приносят весть от Бога, но никто из них уже не творит чудеса. Потому что период откровения дана, оно уже подтверждено, оно Богом уже утверждено, и мы не видим, что проявляются чудеса. До третьего момента, пока приходит Христос. И мы читаем, что после 400 лет молчания начинается новый период, начинается новая эпоха, эпоха Нового Завета, и она начинается с чудесного рождения, прихода Иисуса Христа в Вифлееме. Это чудо. И потом эти чудеса начинают проявляться, когда Христос выходит на свое служение, Он начинает совершать чудеса. Это новая эпоха, и Бог посылает свое откровение Нового Завета и подтверждает это через Иисуса Христа, и потом через апостолов. Мы читаем Евангелие Иоанна, 10 главе, так написано, «Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты, Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите, дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Дела Иисуса Христа, в том числе и чудеса, которые Он совершал, они подтверждали, что Он пришел от Отца, что Он приносит это новое откровение Нового Завета. И мы читаем с вами, что и у апостолов это было таким же образом. Вы помните, в день Пятидесятницы, когда Петр начинает проповедовать, что Он говорит об Иисусе Христе. Вторая глава Деяния, 22 стих, Петр говорит, «Мужи израильские, выслушайте слово сие, Иисуса Назорея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами, знаете, вы распяли руками беззаконных, убили». То есть мы видим, что постоянно идет указание за свидетельствование. И когда мы видим вот этот период, к которому мы подходим, когда мы будем говорить о дарах Духа Святого, которые даны были апостольской церкви, мы понимаем, что это было особое время, когда Бог особые чудеса, особые дары давал, особые действия посылал, для того, чтобы подтвердить истинность своих служителей, которые об этом говорили. Но этот период нигде не был обещан, что он будет продолжаться всегда, как и в этих предыдущих двух. И мы говорили, не больше ста лет. Период жизни апостолов, это был переходной период от Ветхого Завета к Новому, от храма к церкви, от евреев к телу Христову, который состоит из евреев и язычников. Вот на этот момент нужны были вот эти временные дары, которые подтверждали, которые были в начале образования тела Иисуса Христа. Смотрите, я хочу показать вам вот такую иллюстрацию. Вы знаете, как дом строится, да? Когда строится дом, возводятся вот леса, или скафолдинг, как говорят здесь в Америке. И когда мы смотрим вот на такую иллюстрацию, мы понимаем, что вот эти леса, которые вокруг дома, это не постоянно, это временное что-то. Никто не может представить, что вот так вот дом и должен быть выглядеть, и вот так он будет все время находиться. Постоянно это само здание, а вот то, что вокруг него, оно необходимо на время строительства, оно на время, вот когда образуется здание. Вот таким же образом мы и воспринимаем, что Бог на время созидания, образования церкви, Он давал особые действия, которые были для того, чтобы это здание, это тело Христово, оно было построено. И когда здание было построено, тогда уже нету смысла в том, чтобы стояли эти леса. Нету смысла, потому что уже достигнута цель, здание уже стоит. Вот в этом как раз и понимание наше должно быть, когда мы рассуждаем о особых проявлениях, которые были в Новозаветне церкви. Посмотрите вот на эту иллюстрацию, и я хочу прочитать этот текст Писания из 2 главы Ефесина, с 19 стиха. Павел пишет, «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Это другая иллюстрация. И в этой иллюстрации Христос говорит, что когда созидается церковь, во главе краеугольным камнем, то есть камнем, который вот в самом основании фундамента является Христос. И потом в этом фундаменте написано, на основании апостолов и пророков. То есть Господь для созидания тела Христова, Он избрал апостолов, Он избрал пророков, которые послужили вот для этого фундамента, когда церковь только начинала строиться. И потом мы читаем с вами, на этом основании все здание, слагаясь стройно, возрастает в храм Божий. Мы понимаем с вами, когда здание строится, или вот когда мы смотрим, где-то в центре Сиэтла, эти высотные здания, мы понимаем, что там где-то есть очень серьезный фундамент. Если это здание стоит, и там 50-60 этажей, никто из нас и не предположит, что где-то на 50-м этаже нужно еще один фундамент построить. Нету смысла в этом, фундамент построен, здание теперь построено. Вот таким образом Господь созидал церковь на основании краеугольного камня Христа, на основании апостолов и пророков, и всех тех чудесных действий, которые необходимы были для начала жизни церкви. Но теперь здание строится, теперь нету смысла еще один фундамент, который строят иногда некоторые в наше время. Вот в этом как раз и наше понимание должно быть, когда мы встречаемся с особыми дарами, о которых мы будем сейчас говорить. Давайте посмотрим на важную истину, которую мы встречаем с вами в 7-м стихе. Посмотрите, в 7-м стихе написано так, «Но каждому дается проявление Духа на пользу». После того, когда Павел перечислил, что источником является триединый Бог, он как бы подводит здесь итог и говорит, «Каждому дается проявление на пользу». Здесь две важные истины, которые я хочу, чтобы мы отметили, и вот здесь вот вы видите на этой иллюстрации. Первое – каждому. Каждому. Когда апостол говорит «каждому», это опять немножко, наверное, покоробило Коринфян. Они не считали, что каждому. Они считали, что вот только у нас особые, духовные, те, которые «христовы», как они называли, а вот те, кто Петра или Аполлоса, они не имеют. Павел, рассуждая, отвечая на их вопросы о дарах Духа Святого, он говорит «каждому». Это значит, что у каждого из нас есть дар Духа Святого. И никто из нас не может сказать, что у меня ничего нет. Да, вот есть способные, есть те, кто проповедуют, есть те, кто поют, есть те, кто занимаются воскресной школе, есть те, кто еще какое-то служение. А у меня ничего нету. Я все, что могу. Я вот прихожу в воскресенье на собрание, слушаю проповеди. Это неверно. Павел говорит «каждому». Это значит, каждый христианин, который является возрожденным, в момент, когда он обратился к Богу, когда он получил крещение Духом Святым, то есть когда он был погружен в тело Христова, в этот момент Дух Святой каждому человеку дает свой дар. Может быть, не один, может быть, два. И поэтому никто не может сказать, что у меня нет никакого дара. Другой вопрос, что кто-то, может быть, еще не раскрыл свой дар. Ему нужно это сделать. Ему нужно найти тот дар, который Господь ему дал. Но мы видим в этом тексте написано, каждому дается проявление Духа. И второе, что мы видим, Павел говорит «на пользу». «На пользу». Каждому дается проявление «на пользу». И здесь интересный этот момент, вот это слово, которое сказано «на пользу». Это слово «симферо». Оно правильно переведено у нас как «на пользу», но, может быть, здесь одна мысль ускальзывает. Более точно перевести «для общей пользы». Чтобы не возникла у кого-то мысль, что дар дан для моей собственной пользы. Там не эта мысль. Каждому дано проявление Духа для общей пользы. Вот о чем Павел говорит. И это еще раз я повторяю то, что сказал. Когда Бог дает дары, Он дает не для меня самого, чтобы я наслаждался и пользовался. Он дает для общей пользы, для использования в церкви. И тогда опять для нас, братья и сестры, каждому вопрос. А если вы ничего не делаете? Если член церкви не имеет служения, ничего не делает для Господа, это значит, что он не использует тот дар, который у него есть. Писание говорит, каждому дается проявление на пользу. То есть Бог определил тебе особый дар, особое служение, особое действие. Он желает, чтобы ты использовал это для общей пользы, для всей церкви. И если член церкви не делает этого, он нарушает Писание, он нарушает волю Божью. Он не использует то, что Бог дал ему. Он не заботится об этом. Он не приносит пользы для церкви. И вот в этом как раз он будет виновен перед Богом. И когда мы смотрим на это, мы видим, что нам очень важно, как апостол Павел, посмотрите, 14 главе в 6 стихе, когда он рассуждает о дарах, он пишет так, 14 глава 6 стих, «Теперь если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу?» Вот это его особое было переживание, пользу принести. В церкви, куда он шел, куда он ехал, он говорит, какую я пользу принесу? Если я вот буду говорить на этом незнакомом языке, никто не понимает, не будет пользы, а должна быть польза. От любого дара должна быть польза. И вот мы возвращаемся теперь в 8-9 стихи, в котором апостол Павел перечисляет все эти дары. И давайте мы вот в оставшееся время мы просмотрим хотя бы коротко все эти дары, которые перечисляются здесь. Мы понимаем, что, начиная с 8 стиха, это только примеры даров. Это нельзя сказать, что это полный список всех даров, которые вообще существуют. Я вот, видите, на экране, я этот стих немножко так классифицировал, для того, чтобы мы увидели эту мысль апостола Павла, как он перечисляет все эти дары. И мы можем увидеть, что в этом списке есть 9 даров, и эти 9 даров Павел классифицирует на 3 категории. Эти 3 категории не так заметны вот в нашем русском тексте, но в греческом тексте это очень заметно, потому что после каждой категории апостол Павел употребляет слово «иному», и это немножко другое слово. У нас, если вы видите, он постоянно одно и то же. «Иномы», «иному», «иному», как бы одно и то же слово. А вот в греческом языке Павел перечислил 2 дара, потом говорит «иному», это другое слово, потом следующая категория даров, и потом третья категория. И как бы видно 3 группы, которые апостол Павел перечисляет здесь. Давайте посмотрим вот на эти дары, для того, чтобы немножко хотя бы понять, о чем идет речь. Итак, первая категория – это первые два дара, о которых говорит апостол Павел, это слово мудрости и слово знания. Вот эти дары, они больше касаются вот как бы разума человека. И когда мы рассуждаем вот об этом, что это за слово мудрости, мы встречаемся с вопросом мудрости во 2 главе 1 Коринфянам. Помните, Павел говорит, 2 глава 6 стиха, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Мы видим, что мудрость, о которой говорит Павел, это особая мудрость, которая дается Богом для какого-то откровения. И Павел в других своих текстах, он часто говорит об этом, он пишет, например, в 11 главе римлянам, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». Павлу дана была особая мудрость открывать тайны, того, что не было в Ветхом Завете, того, что в Новом Завете только открывается. И вот эта премудрость или слово мудрости, о которой Павел говорит, это особая мудрость, которая была на то время дана апостолам, чтобы они открыли эту истину Нового Завета. И когда они проповедовали, тут написано слово мудрости, они проповедовали в то время, когда Нового Завета еще не было записано. Им нужно было это слово мудрости, чтобы говорить эти проповеди новозаветнее. Когда мы смотрим дальше, другому написано слово знания, и вот мы рассуждаем, в чем различие между словом мудрости и словом знания. И мы можем увидеть, что, скорее всего, слово знания, оно касается особого состояния, когда мудрость можно применить к особой ситуации жизни. И когда вот эти апостолы, когда эти новозаветние служители, они говорили словом знания, они показывали, как Писание применять к жизни. Например, мы читаем во 2 Петра, в 3 главе Петр пишет, это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Посмотрите, что Петр делает. У него слово знания. Он говорит, я пишу вам о том, о чем проповедовал Христос, о чем проповедовали апостолы, и он как бы об этом пишет и применяет к новой ситуации, потому что приходят эти люди, наглые ругатели, и он говорит, вы помните, что писал Христос? Вот это время наступило, применяйте Писание сегодня к этой ситуации, это сегодня вам нужно. И вот это и есть слово знания, когда применяется все это. Поэтому мы видим с вами вот эта первая категория, это особые дары, которые были необходимы вот в то время. Давайте мы не будем идти дальше, мы коснемся на следующий раз вот всего остального списка и посмотрим на все эти дары, которые перечисляются здесь. Мы сейчас будем молиться, я хотел бы, чтобы вот когда мы будем молиться, мы могли обратиться к Господу с особой молитвой. Мы увидели вот в этом тексте, который мы рассматриваем, что есть единый источник всех даров, это Бог. И Он дает дары каждому из нас. Если Он дал эти дары каждому из нас, Он ожидает от нас, что мы будем их использовать. Он ожидает, что мы будем созидать тело Христова. Если мы это делаем, нам нужно просить и дальше, чтобы Господь благословлял нас, помогал нам, чтобы это не было просто проявлением чего-то моего человеческого, чтобы это было Божие проявление. Если кто-то не делает это, у кого-то нет служения сегодня в церкви, я верю, что это слово, оно будет побуждать вас задуматься об этом, начать молиться Господу, начать, чтобы Господь каким-то образом показал вам. Подойдите к служителям, начните беседовать с братьями, начните переживать и заботиться об этом, потому что Господь дал вам, и у каждого из нас есть это. Если мы это не используем, мы однажды будем отвечать перед Господом. А если мы это используем, тело Христово созидается, Дух Святой действует, и тело будет возрастать вот этим возрастом Божиим. И дай нам, Господь, чтобы это было через нас, через действие Божие, которое Он совершает через каждого из нас. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...